добрый день это михаил лобковский ну кто-то меня знает кто-то нет поэтому пару слов конечно если расскажу я психолог и сегодняшнего дня я веду программу по субботу с двух до четырех на серебряном дожде который так и называется взрослым а взрослых хотя я день их по тоже будем говорить я решил что первую программу лучше всего сделать о любви тем более что завтра праздник какая-то красный день календаря смотрите какая история большинство из вас да все наверно то сейчас меня слышат уже думали про себя что такое любовь и идеи разные кто-то считает что это забота внимание самоотверженность подарки какие-то поступки и так далее не знаю может я вас разочарую любовь это всего-навсего переживания детских эмоций больше ничего вы дальше начинается и самое интересное те люди у которых было какие бы были эмоции в детстве скажем так не самые приятные для них любовь это большое несчастье они обычно страдают и все их эмоции сводятся к жалости к себе для этого надо чтобы в отношении кто-то обижал унижал чтобы они разместили в своем партнере негодование обиду унижение а другим повезло больше детские переживания были даже не переживания одна радость сплошная их целовали в попку носили на руках все их любили и для них любовь это что-то такое радостные светлые то есть кто-то прожил жизнь так ни разу не получив от любви удовольствие в основном страдая но тоже любя кстати эти страдания а кто-то любит только те кто любит его вот такая вот интересная оригинальная трактовка любви и у меня есть одна особенность я не очень люблю дискутировать в эфире я отвечаю на вопросы и если у вас есть какие-то отношения любовные нелюбовные вас эта тема интересует вы хотите что-то спросить то я буду рад ответить теперь запишите или запомните вы можете позвонить по телефону плюс семь четыре девять пять семьсот тридцать сто и один плюс семь четыре девять пять семьсот тридцать сто и один вы можете написать смс на номер плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 еще раз плюс 7 девятьсот три семь девять семь шесть три 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 или а написать свою записку через сайт 3w . silver.ru и я начну вам отвечать на ваш вопрос нас пограли будет много музыки не только потому что тема про любовь всегда будет и пока как раз вы собираетесь с духом и задаете ваши вопросы послушаем музыку вы слушаете авторскую программу михаила лобковского взрослым а взрослых а еще раз здравствуйте это михаил лобковский еще раз напоминаю что сегодня мы говорим о любви что это такое я объяснил коротко что моем понимании любовь это переживание детских эмоций особенность этого ток-шоу в том что я только отвечаю на вопросы я тоже не люблю дискуссий телефон прямого эфира плюс семь четыре девять пять семьсот тридцать сто и один смс можно прислать на номер плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 или через сайт 3w собака silver.ru у нас воля здрасте оля ну что вы хотите узнать я я только не хочу узнать я хотела бы задать вопрос то есть вашем понимании кого в детстве не любили не целовали в попку как это не ласкали сам не способен на любовь сложный вопрос он способен на любовь но это невротические отношения в невротической любовь узнать про такую вы догадываетесь что есть люди которые для них любовь это какие-то переживания какие-то страдания слезы выяснение отношений или вот первый раз об этом слышите утром и сейчас узнали что у меня не целовали в попку но я не не в растенник я не выясняю я не плачу общего должно быть не в растенникам нет у вас уговорить это какие-то переживания окей во первых не в росте в растении давайте путать не будем уже сейчас терминологии уходим ночам сейчас давайте расскажу и не только вам а всем нашим слушателям надо все-таки пояснить свою мысль смотрите друзья мои ребенок любит своих родителей а его родители предположим как ему кажется не отвечает взаимностью на 1 дня холодная мама у него агрессивный авторитарный отец или вообще папа нету а он любит своих родителей на него то время выясняет отношения ссорятся и бенка не развелись и папа забывает когда у ребенка день рождения что происходит с ребенком его любовь она в нем существует но она у него начинает очень плотно существовать вместе с переживаниями почему не они не обращают на меня внимание почему я им не нужен почему они забывают когда у меня день рождения почему я не могу подойти и поговорить все у меня шлепают почему на меня кричат и получается такая история что у него любовь ассоциируется с определенными переживаниями он теперь скучает переживает или боится предположим и когда человек вырастает то так как я уже сказал в начале программы что любовь это переживание детских эмоций то он испытывает потребность в том чтобы еще раз это все пережить для этого нужно две вещи найти человека который его цепляет то есть человек который вызывает у него эти чувства не все кстати вызывает я не буду утрировать идею психоанализа и говорит что они должны быть похожи на маму или папу но какие-то ассоциации в этом существует чтобы человек я зацепила должен тебя напомнить что то из твоего детства и второе ты должен вступить с ним в такие отношения чтобы начать страдать или жалеть себя в результате ну например девочка встречается с мальчиком и сначала у них все замечает они даже переспали после этого вдруг перестает ей звонить если у девочки было счастливое детство она конечно может даже заплакать может не верку по переживать потом она забудет как его зовут а для девочки невротика это начало большой любви и именно то что он ей не звонит напоминает ей историю с ее отцом и она начинает испытывать к нему еще больше интерес то есть чем знаете эти пушкинские слова в кощем чем меньше тем больше вот это механизм такой не в растении здесь таки ни при чем а вот любовь у всех абсолютно по разному я думаю будут еще звонки от наших слушателей которые расскажут как они это испытывают что вообще для них это за чувство но так к сожалению или к счастью играет роль вот этот бэкграунд детские переживания но я почитаю немного сообщения мне 44 я вчера узнал что залетел но странно мужском роде читать глагол залетел уже шестой месяц она ничего не рассказывал чувствую себя ужасно у меня две дочки от разных браков сейчас элемента как правильно вести себя с ней спрашивает максим максим видеться как вам удобно как хотите это вам решать это ваша жизнь но вообще предохраняйтесь преть я там комплименты пропускаю михаил добрый день меня зовут ксения хотела бы задать вопрос каким образом в любовь противоположному полу связано с уважением и если эта связь есть такое мнение что любит ни за что уважение должна быть причина спасибо большое заранее но любит на самом деле ни за что это тоже тема для отдельной программы потому что очень многие особенно женщины считают что играют такие вещи например как внешность возраст характер масса тела и так далее на самом деле ничего это роли никакой не играет а роль играет то неуловимой ассоциации которые вызываете у мужчины иначе пол маккарта никогда бы не женился на одноногой хидер милс кстати он не извращенец в идеале мне женился мы достаточно страшненькой своей бывшей пальчерицы джон леннон не женился бы на йоко она она даже для японки не очень красивая посмотрите как выйдет жена пирса броста на килограмм на сто двадцать вуде харрельсон и других вы поймете да и я вспомнил про бандераса удержно общего действия старше было что этой роли не играет а вот чем-то кто-то кого-то зацепляет у нас следующее сообщение да я так и не ответил ксении до конца насчет уважения смотрите уважение конечно присутствует любви но дело в том что саму идею уважения вы для себя определяете но я пускал оригинально я знаю что в юном возрасте всем очень интересно какие-то яркие проявления человека на первое уважает за талант за непохожий за яркость за не знаю самобытность с возрастом эти качества становятся вообще не интересно больше на первый план все-таки выходит уважение за какое-то человеческие проявления но любить за это никто не любит вот наоборот можно при любви испытывать уважение а из уважения слепить любовь не получается добрый день как вас зовут алё здрасте как вас зовут алё 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 как-то у нас не складывается кроме алё 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 и дальше но даже не знаешь управляю кроме алё сказать стоит ли девушки добиваться парня с точки зрения психологии если таких отношений будущие спрашивает оля из екатеринбурга вот оля давайте поговорим об этом хорошие вопросы во первых не стоит во вторых почему вообще такой вопрос возникает вот смотрите вы маленькая девочка у вас есть папа папа на вас внимание не обращает вы бегаете за ним и учитесь хорошо и папа посмотри что я умею и папа погляди как я нарисовал и папа я ослепила а папа как слушай отвали мне когда и ты что поработать не мешай опять любовь к отцу начинает ассоциироваться с тем что ты отцу не интересно но твоя задача каким-то образом заставить его обратить на тебя внимание сказать что тут я из дочь и она тебя любит и когда алё вот такая девочка вырастает а я не интересны парни которым она нравится потому что они никакой ассоциации с детства не не вызывают и б и наоборот нравится когда на нее не обращают внимание как это было уже потому что я задача каким-то образом заставить человека обратить на себя внимание даже полюбить себя это такие невротические отношения в которых все еще попадают школе многие могут сами рассказать про такие истории добрый день алё алё как у нас сегодня или алё или шелли здравствуйте даже не знаю как прокомментировать какие звуки но может быть трудно людям сразу так открыть рот и начать спрашивать добрый день михайлов с радость слышит в эфире дождя да я сам рад не общись не праздник шай первый день вышел в эфир серебряном на серебряном дожде дать я вам еще напомню телефон прямого эфира плюс семь четыре девять пять семьсот тридцать сто и один а вы можете прислать и совесть на номер плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 или через сайт 3w . silver . ru так вот кроме того что любовь а владимир и мария из орла меня рады слышать они еще и спрашивает захороните пронести через всю жизнь любовь но я не знаю все ли согласятся с тем что все не буду рассказывать но я в конце концов так как веду это ток-шо я собственно свои мысли высказываю нет никакого рецепта как сохранить и пронести все зависит от вашей психологической стабильности если вы человек психологически стабильной вы можете 200 лет находиться в любви как будто вы вчера поженились если вы человек эмоционально нестабильной если у вас смена настроений и даже такое заболевание психические циклотемии называется то есть у вас время то одно то другое то тогда у вас будет проблема сохранить отношения потому что чтобы что-то сохранить нужно чтобы в тебе это тоже что-то было сохраненная психика должна быть очень стабильные спокойные они какие-то рецепты типа компромиссы уступают друг другу и так далее это все зависит от людей отношения в конце концов люди добрый день здравствуй алё да здравствуйте михаил да вы слышите меня да слышу вас это москва звать меня сергей тараканов уже пенсионер у меня к вам не вопрос у меня уже готовый ответ есть поэтому если у вас есть авторучка запишите и мы наверно это мы закончим передачу не будем за инженерирует вопрос в подробностях согласен ответ такой что такое любовь любовь это то чувство в котором у человека задействован только один орган заметьте не половые органы чувств какой-то другой орган называю сердце спасибо сергей мне кажется я смогла преодолеть детскую травму изменить отношения с мужчинами я отказался от отношений с деспотичным мужчины выбрал другой тип как вы думаете от окончательной победы в детской травы все равно возьмет свое со временем есть риск без ума влюбиться в очередного но я даже не буду произносить что написано очередного ну назовем его козлом ольга из перми спрашивает хороший вопрос ольга вы прямо так глубоко решили копнуть давайте я выскажу свои соображения по этому поводу есть такое понятие либидо влечение она связана с очень большим большими слоями бессознательного на выходе вы имеете только форму ухо запах как он разговаривает как он ноги ставят как он сахар мешает в чашке какой у нее нос глаза тембр голоса цвет волос вообще не можете понять что вам нравится тоже это вся история эмоциональная и бессознательные но за этим а бессознательным стоит целое ну как сказать целая эпоха ваших детских переживаний то есть чека вызывает вас какие-то отношения какое-то эмоциональные отношения потому что вы как любит психологи уже с ним в детстве встречались и так либидо существует и действительно многие очень страдают от того что они все время влюбляются в очередных как ольга звала козлов то есть людей которые заставляют их страдать и история очень простая если парень хороший то никаких эмоций не испытываешь ты его не хочешь если он плохой в вашем понимании то над вами издевается и в общем доставляя страдку зато ты его любишь и хочешь вот такая проблема многие когда уходит от отношения вот как вы пишете с деспотичным мужчиной вроде бы все неплохо датчик освобождается но там другая проблема возникает не в ком размещать опять чувство обиды и унижения начинается депрессия а самое главное потребность общение с такими же продолжается сейчас отвечу на телефонный звонок и продолжу вам рассказывать добрый день здравствуйте как вас зовут я весь внимание на станке видимо я яркий представитель от тех не против или как вы чем это выражается очень часто обиды но вы можете рассказать например про ваши последние отношения и про последние обиды но не вот происходят на что вы обижаетесь вниманием немало вы в браке ли вы девушкой встречаете ли вы с ним живете постоянные отношения назовем гостевой брак и вам не хватает внимания до внимания каких-то общих интересов а зачем вы тогда продолжает эти отношения себя не нравится это вопрос тебя постоянно как бы чувствую потом еще больше вину ну то есть виноватым в чем виноватым что я все-таки вот я осознаю свои как бы вот эти вот моменты но то есть вам как бы в этих отношениях не очень приятно да не комфорт вы обижены а почему вы продолжаете тогда вот еще вопрос если вам так плохо зачем вы не закончите с этим но я понимаю что видимо и в следующих отношениях будет то что мы типа нежели нормальные привыкать не надо давай хоть с этими вдруг будет дальше лучше но вы можете на мой вопрос ответить почему не прекращаете то что вам не приносит удовольствие я бы не сказал что это не ну как бы не приносит удовольствие просто есть моменты которые не нравятся и мы их никак не можем урегулировать видимо так вы знаете что я об этом думаю что ничего регулировать не надо надо человек или принимать таким как он есть или поменять его никого переделывать воспитывать не нужно нужно именно принять полностью или не принять полностью вот и вся история я пара минут у нас все да и видимо включение регионов остается я хочу да договорить ольги из перми так вот проблема в том чтобы само влечение изменить вы конечно можете механически перестать общаться с людьми которых он находится сада в мазохистических отношениях любит гать психологи то есть страдаете вы на положение жертвы находится мазохиста искать все я с этим завязывают теперь у меня только отличные парни на отличный парень не вызывает влечение вот я как психолог под этим работа не просто интересно и как научная работа а пытаюсь изменить либидо чтобы людям начали нравятся люди другого типа которые не будут заставлять их страдать это очень интересная тема еще раз напомню телефон прямого эфира плюс семь четыре девять пять семьсот тридцать стоя один смс можно писать на номер плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 или через сайт 3w точка silver точка ру еще раз напомню что мы говорим сегодня о любви это программа взрослым а взрослых через так я понимаю пять минут примерно до мы вернемся к разговору в эфире программа взрослым а взрослых в студии психолог михаил лапковский телефон прямого эфира 7495 730 стоя один и сама смс присылать можно номер плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 или через сайт 3w . silver точка руна звонок добрый день вы в эфире здрасте как вас зовут если можно пусть будет алексей пусть будет алексей я пусть буду михаил алексей я вас слушаю михаил первую очередь спасибо вам большое за вашу программу она конечно полезно многим и михаил будьте добры подскажите как действовать такой ситуации я относительно стопильный человек а вот моя супруга немного нецабильная психологическом плане и бывают периодически срывы на фоне и хочется конечно большего и вот на фоне этого происходит приводом и хочет иметь большую квартиру хочет больше как быть я сюда тебе почитать сказку о рыбаке и рыбке в каком смысле как быть никак она не желает ребенок ну что шутить что ли и так ребенку можно который в магазине падает на пол и говорит папа купит ничьи это вот с ребенка можно как-то работать а супруга не надо никак работать она такой человек но это мое мнение вы не обязаны его слушать я просто высказываю свою точку зрения смотрите а я уже сказал что не надо никого воспитывать и переделывать ужин и такой характер что я всего мало да я так понимаю но это ее выбор если она страдает от этого она может идти к психологу и решать свою проблему если она просто это это проблема психологических дачек не удовлетворен своей жизни вас хочется имя свято большего это не очень нормально как правило а потом у меня еще вопрос к вам она хочет она работает у вас жена ну так пусть она заработает и возьмет в большую квартиру чем проблема то что это хочется сейчас они через 10 лет но сейчас я не знаю правую почку можно продать подломить банк какой-нибудь вариантов много чем проблема опять спрашиваю сожалению да получается что что а я готова это называется не живется да уюжина есть какая-то жизнь судя по звонку любящий муж дети у вас есть пока нет крыш над головой есть работа есть но не живет вот в этом я проблема не в том что она больше что-то хочет поэтому вам я могу посоветовать решить для себя насколько вам это все интересно но как-то заниматься специальной женой по этому поводу точно не надо здрасте михаил живу в гражданском браке 6 лет хочу через пару лет свадьбы и детей молодой человек говорит я тебе никаких гарантий не даю так как для меня важно общение в отношениях она с этим проблемам бывает не о чем поговорить моим ощущениям все нормально по его не все нормально но понимаю не понимаю что дальше делать отношения обречены бы и сейчас на счастливую семью спасибо валентина валентина вам тоже спасибо давайте начнем с самого начала позвольте я вам скажу пару слов никакого гражданского брака не существует его в российской федерации отменили лет семь назад это означает что у вас есть там не знаю какие-то отношения мощные которых суд никогда не признает чтобы вы не купили пока вы не в браке находится это первое второе вы должны себя спросить что хотите вы а не слушать что говорят вашему оба человек там гарантии дает не дает проблему у него теперь вы должны как вообще люди здоровы они жить понимают буквально они не пытаются найти двойной смысл что на самом деле имел ввиду и так далее он говорит а дайте никаких гарантий б с места бы бывает не о чем поговорить и по его ощущению все не нормально или не все нормально то есть понятно что не заинтересованы в браке не в свадьбе не в детях и так далее поэтому обречены и да нет я не гадалка это вы должны решить ли себя насколько вообще интересно отношения человеком который вам ничего в принципе не предлагает люди которые имеют высокую самооценку всегда выбирает себя как бы они не любили другого добрый день здравствуйте у меня вопрос такой вот скажите я уже поняла что если девушка добивается молодого человека отношения обречены вопрос как воспитать дочку другой грешим вот этим мне то не нравится чем вы грешите как грешим именно вот тем что молодые люди которые когда потом эти дурацкие отношения очень больно во первых вы хорошая мать от имени детей спасибо теперь по поводу вашего вопроса для того чтобы ребенок таким не вырос вы должны его любить и поддерживать всегда вы должны всегда занимать его сторону вы должны всегда когда возникает какая-то проблема не трогать ребенка типа ты плохой а сказать ты ты хороший но там сделал неправильно то есть ребенок должен быть всегда чувствовать себя абсолютно любимым его надо принимать таким какой он есть надо стараться переделывать надо вы ничего стараться заставлять делать и тогда ребенок вырастет в любви к себе и с высокой самооценкой здесь есть одна проблема этоташева все это притворили жизнь надо любить себя вы знаете в самолете когда вы летаете то ван cerebs рассказываешь если вы летите с ребенком и вам нужна кислородные маска помнишь по дальше она говорит она говорит сначала маску надеть на себя потом на ребенка никогда сети не сталкивались потому что если унащите надевать маску на ребенка как хороший мать то вы сами задохнетесь и ребенок свой кислород тоже не получит просто не успеете надеть поэтому инструкция самолета говорит то есть вы летите с ребенком и даже сначала маску надеть на себя и будучи живой вы можете спасти ребенком одев маску на него вот ровно то же самое работает и в отношениях мать который себя не любит не может помочь ребенку вырастить из него любящего себя человек это нереально если вы хотите чтобы ребенок вырос вот таким который никого добиваться не будет а будет любить только те кто любит его и это отношение будут равноправное двух вообще уверенных в себе любящих людей надо чтобы мать была такая по-другому это не работает все пытаются найти такой легкий способ жизни как бы оставаясь с вами проблемами что-то переделывать дети к сожалению это нереально так а могут друзья подписывайтесь могут и люди для которых любой страданий от изменить им на своей осознанной жизни построить отношения счастливые я не очень понимаю словосочетание что такое осознанной жизни потому что отношения счастливы это вообще счастье это эмоциональная сфера осознанно это рациональное но об этом еще поговорим вы знаете для этого до измениться потому что если для вас любовь страдания вам не нужны отношения которые счастливые вам нужно страдать если для вас существует потребность я вам такой пример сейчас приведу чтобы вы понимали может быть не такая простая эта конструкция реальная история значит мама пришла ко мне в консультации рассказывает что я пятилетний ребенок слушайте внимательно сидит дома обедает и все у нее хорошо все счастливы и веселые бодры он если вдруг начинает плакать плачет прямо горько и остановить невозможно гать сумок что случилось вдруг он ей говорит у у меня два года назад во дворе грузовичок украли что происходит с ребенком у нее и уже есть пять лет потребность страданиях но нет стране поводу для страдания тогда он вспоминает так психику людей устроена люди могут изнутри вынуть страдания если нет снаружи воспоминания что два года назад обидели это вызывает у него слезы это большая проблема она абсолютно носит бессознательный характер поэтому эта проблема очень непростая чтобы изменить и построить счастливые отношения надо сначала со своей головой разобраться они с мужчинами телефон ты был эфира а плюс семь четыре девять пять семьсот тридцать стоя один смс на номер плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 или через сайт можно задать свой вопрос 3w . silver.ru читаю дальше читаю дальше миха здравствуйте если мужчина говорит что наверное любит и что вообще не верю любил гон когда-нибудь отношения у нас хорош как-то воспринимает вот так воспринимать что он не знает наверное любят и он не уверен он я не знаю что вы имеете ввиду надо вот жить буквально воспринимать надо слышать что говорят люди и так как они говорят это иметь ввиду не пытаться залезть к ним в мозг и понять что они на самом деле имели ввиду михаил приветствую крылова джу видимо юлия пишет вы описали только что два полярных случаев переживания любви а что же находится посередине дорогая крылова джу я не знаю что находится посередине и случае это не полярные это же не схема и не график любовь это чувство любовь это эмоции там нет ни середины ничего полярного поместь какие-то переживания вы не можете их усреднить и например найти какие-то чувства которые между там счастьем и несчастьем находится таких чувств не существует в природе добрый день встречаемся с молодым человеком полгода любим друг друга у нее финансовые проблемы в данный момент долги уволили с работы два месяца назад он закрывается в себе мы никуда не ходим встречаемся очень редко не живем вместе списываемся созваниваемся каждым скажите как его поддержать что делать мне делать что говорит не говорить спасибо света 30 лет казань света ну во-первых примите мои сочувствия а не знаю поддержать его но если он жалуется хотя бы выслушать как его еще можно поддержать сказать старик все будет нормально прорвемся меня вот что смущает я не знаю сколько времени вы общаетесь но вы никуда не ходите вместе вы не живете и встречается очень редко у вас какие-то странные отношения более того если эти отношения такие странные потому что не проблемы вы можете предположить что каждый раз когда они будут проблемы ему будет точно не до вас вот и сделать какие-то выводы из этого хотя вы мне об этом не спрашиваете чуть не потянуло вам об этом рассказать а плохо когда между супругом после 32 лет брака нет секса мне от 52 может все от 8 стадо из вас выявил ну конечно ничего хорошего светла нашу что хорошего то ваша мысль ясна и понятная полностью согласен с вами по поводу любви взрослого как отголосок и следствия все объемлющий забота родителей но растолкуйте пожалуйста эту тему в деталях и с примерами это . не но что-то из этого видимо фамилия что-то имя но попробую растолковать еще раз любой ребенок когда рождается на свет у него есть а любовь по отношению к родителям и скажу вам более до 3 3 лет это его чувства к родителям они не критические то есть ребенка не критическое сознание так психика устроена детская что а он их любит считает их частью своей жизни а себя частью их потом в три года вы знаете у кого есть дети вот через это отрицание всего через слово нет дети обособляются у них такой период самой идентификации начинается что они это вот другие люди на трех лет вот все что вы делаете ребенок воспринимаешь и это есть его жизнь теперь дети рождаются примерно с 15 процентами сформированных нейронных связей на всякий случай с кого интересно обезьян 45 процентов тоже они более примитивные нейронные связи и это те рефлексы которые ребенок уже при рождении может реализовать отдыхательный хватательный сосательные так далее все остальные нейронные связи у него формируется через взаимодействие с мира в частности конечно через родители родители формирует все любовь не любовь страдания счастья низкую оценку высокую самооценку и так далее и это надо иметь ввиду потому что именно это и формирует дальнейшие эмоции взрослого человека мы к этому разговоры сейчас вернемся в эфире программа взрослым о взрослых в студии психолог михаил лобковский я честно говоря не помню на чем я становился а тут столько сообщений что и неважно телефон напомню 730 100 и 1 код города плюс 7495 смс номер плюс 7903 7976 333 у нас звонок добрый день говорите алё ну ладно значит или вы можете свой смс прислать через сайт 3w . силуру . ru да я начал вспомнил сознание вернулась я начал рассказывать про этот механизм не просили более детально с примерами значит ребенок любит своих родителей они могут быть агрессивными холодными конфликтными шизоидными такие знать которые наблюдают за ребенком а близко не подходит они могут быть теплыми счастливыми могут быть несчастными жалующимися у них может быть соградите сразу могу сказать не дай бог кто-то подумал что они виноваты они не виноваты в том смысле что они такие какие они есть они все что делали дарится не о вас бычки прижигали и иголки побольше загоняли но не со зла просто читать что они у вас были больные психически ненормальные агрессивные и так далее дело не в этом дело в том что они вот такие вы родились вот у таких родителей это тоже называется бэкграунд и не всем с ним повезло но у меня есть методика я не надеюсь не в последний раз мы встречаемся я буду подробно рассказывать как этой истории можно действительно поменять и начать жить сначала но все очень непросто а я продолжая уже заканчивая отвечает на вопрос и до . не на хочу сказать что вот это и формирует у ребенка так как он любит и одновременно страдает скучает переживает боится и так далее у него любовь очень жестко ассоциируется с какими-то негативными переживаниями а так как я вначале программы сказал что любовь это переживание детских эмоций то потребность потребность любить это в общем-то потребность пережить еще раз эти детские эмоции и если человек например такого физического склада естественно будет искать такие мазохистские отношения и находиться в них качестве жертвы вот такой механизм у нас звонок надеюсь этот получится добрый день говорите здравствуйте как вас зовут артур да артур абсолютно верно люди не виноваты их надо воспринимать такими какие они но суть в том что это говорить только лишь о том что мы говорим о людях которые проживают жизнь бессознательного правильно ну как тут есть одна проблема я дайте еще раз объясню я не лишь не любит их дискутировать я отвечаю на вопросы друзья мои дать я напомню звоните только если у вас есть вопрос добрый день хотел спросить вот что мы с моим молодым человеком живем два года начали все было прекрасно конфетно-букетный период потом начались проблемы в том что я стал и пилить и ревновать а вот здесь есть осталось странятся пропадать проводить время с друзьями а так понимаешь для меня любовь это как вы сказали что я страдаю постоянно выясняю мой мужчина стал справляться разговаривать со мной и говорит что я истерию не нужно делать этого я никак не могу выйти из этого состояния желания себя ожеление себя и выясняя постоянно не хочу потерять и что делать не в растение комп по отношению к адекватному чеку чтобы его не потерять а ничего делать с ним не надо и невозможно делать можно только с собой друзья мои поймите простую вещь все эти проблемы должны решаться не между вами и партнером а между вами и вашей психикой вами вашей головой а мы постепенно я так понимаю нет еще нас есть пару минут я спрашиваю две минутки прекрасно дайте хотя бы немножко поясню свою мысль самое простое как нам кажется это какие-то слова нужны найти им как-то изменить свое поведение объясниться сказать я больше не буду в последний раз я беру себя в руки и так далее все это не работает потому что мы такие какие мы есть и наша психика заставляет освести себя определенного образа что такое на приоритетность о которой вы пишете это тупо неуверенность себе ревность это когда вы себя не любите у вас низкая самооценка вы всеми боитесь что вас применяет на кого-то другого это заставляет вас выяснять отношения почему вы требуете доказательства что любит именно вас это и есть суть выяснения отношений понятно что человек который с вами находится в паре его это сильно утомляет и естественно рано или поздно просто соскакивает если он тоже не конечно не такой же они вроде тоже некоторым невротиком такие садом эзо физические отношения очень даже нравится но вам нужно не с мужчин не мужчин перебирать искать себе подходящего и не с этим мужчины вы снять отношения нужно оставить все как есть и начать разбираться со своей головой со своей самооценкой например со своей нелюбовью к себе а с тем что вы в себе не уверены с тем что у вас есть потребность все время выяснять отношения затем зачем люди выясняют отношения рассказываю механизм вот у вас есть ощущение внутренней боли и внутренние чувства обиды и унижения вам надо кого-то в кого вы будете это размещать то есть какой-то объект который вы можете и вас туда отпускает как только находится на первом мужчину для женщины с которым можно так пообщаться сразу вам становится легче но отношения так на этом заканчивается более возвращается поэтому друзья мои это не выход а какой выход поговорим позже взрослым о взрослых я напоминаю еще раз мы говорим сегодня любви телефон плюс 7 4 9 5 730 стоя один смс можно прислать на номер плюс 7 903 7 9 7 6 3 3 3 или через сайт 3w . silver . ru начале программы я сказал что любовь это переживание детских витет автологии переживаний детских эмоций и вот об этом мы сегодня разговариваем напоминаю что я только отвечая на вопросы добрый день здравствуйте как вас зовут меня зовут татьяна татьяна ваш вопрос вот мне такой вопрос как мы говорим о любви почему любовь проходит или умирает вот у меня был такой случай мы сможем сильно поругались вот или через какое-то время он не сказал что он не больше не любит и мне хотелось бы узнать это того что я что-то сказал или сделала во время ссоры или это того что у него что-то произошло внутри не зависящий от меня да я понял ваш вопрос вы знаете то что вы сказали как правило это не может ни на что повлиять это как правило результат нестабильной психики у партнера то есть сейчас люблю завтра не люблю как вы сами себе то нравитесь то не нравитесь да так вы чек может по отношению другому чувствовать то что-то нравится что-то не нравится то его переклинило на что-то и так далее вообще вас возникла мысль и что дело у вас это у вас такое чувство вины что ли тогда мне было чувство вины можете что-то сказала не то что что-то оборвало в нем после моих а что вы ему сказали ну а я сказала ой что я не могу он не сказал очень что-то тяжелое если если и мы хотели второго ребенка долго и он сказал есть это за беремене что придется делать аборт я сказала честно я после таких слов не могу к тебе испытывать те же чувства что и раньше он сказал тогда я уйду ой я вам отвечу на ваш вопрос вас угодно раньше началось во первых вы правильно поступили во вторых человек который предлагает от любимой женщины сделать аборт уже чувстве не испытывает это понятно или не очень ну вот и вся история ваша слова уже были после того как с ним с ним все уже произошло потому что но если вы конечно голодаете и живете на улице я еще готов понять нежелание иметь второго ребенка или вы не голодаете не живете на улице нет не голодая но его был страх что вот потеряет работу я все понимаю но если мужчина любит женщина конечно хочется не бить и правда как вы хотите от мужчины которые любят и детей если мужчина уже даже с жене я то есть это что он не готов к отношениям он уже и так женат предлагаю сделать аборта понятно что у вас не самые лучшие отношения так что вы все правильно делаете михаил добрый день мне 21 год все романы к настоящему времени у меня были с девушками которые старше меня на 5 7 лет такой сказать здравствуй мама непроизвольно не преследователь найти партнеры которые старше но я не понимаю все так выходит чему они интересным чем интересен я спасибо данил оренбург данилу потому что вас были проблемы с мамой потому что вам не хватало мамы это классика жанра очень много девушек юного возраста которые интересуются мужчинами старших так лет на 30 ровно по той же причине что и ваши девушки потому что у них были проблемы с отцом добрый день говорить здравствуйте добрый михаил у меня хорошо очень как вас зовут зовут меня артем красноярска вот супруга у меня достаточно ревнивый человек да я до этого слышал что вы девушкам советовали а полюбить себя но вопрос в следующем насчет полюбить себя то есть я понимаю что не нужно и много комплиментов делать но у меня была очень бурная первая любовь и по итогу это любовь меня так скажем предала и я невольно постоянно дистанцируюсь в отношениях и не могу делать ей комплимент потому что если я начну делать комплименты чувствую что я могу привязаться и по итогу это может ну да и бог меня снова опять придадут а посоветуйте мне как мне снова учиться верить полностью людям также там так же как школьное время спасибо артем очень интересный вопрос очень непростой людям никак не научиться верить пока вы не верите сами себе то есть когда человек доверяет сам себе это что означает что он себе уверен у нее высокая самооценка и он себе в себе сам уверен это дает им огромный ресурс не упасть когда его как вы выражаетесь предают хотя если мы с вами имели бы сейчас гораздо больше времени у нас было бы просто консультация не ток-шоу то за час я думаю выяснилось бы что просто так никто никого не предал и были какие-то проблемы в отношениях которых вы могли там не замечать и так далее не бывает такой историй что все друг другу до гроба любит и вдруг один другому изменил например такого не существует поэтому а когда человек верит в себя то он да он расстраивается он переживает когда предательство происходит но это не делает его самооценку ниже плинтуса он не разрушается и он не испытывает страха после этого вступать в отношения то что вы делаете вы провоцируете себя еще больше страхи вам советую плюнуть на свои страхи но передадут то есть не судьба начни ваша женщина все что я могу сказать теперь по поводу комплиментов не надо никому специально ничего и говорить надо говорить просто что хочется хотите сказать говорите не хотите не говорите это не манипуляции что я и буду говорить комплименту не самооценка повысится она будет как собака полу только на вас реагировать так то не не повысится она будет повысится вот связи с вами и только вот в этом узком кругу вы и ваша девушка так что человек должен как-то сам это проблемы решить но давайте так скажем те кого поддерживали в детстве комплименты слышали от родителей они такие уверенные выросли а здесь мужчина заменяет как бы родители и когда уже женщина взрослая он продолжается не так как с ребенком обращаться надежда что у нее вырастет самооценка вырастет она будет зависеть от вас гораздо больше чем вы зависите от нее чего собственно и боитесь добрый день так сорвался добрый день меня зовут настя правда что нужно заслуживать отцовскую любовь но настя прямо не в бровь и в глаз конечно ничего любовь заслуживать не надо на ребенок думает что надо потому что он маленький ребенок и потому что отец это для него существо которое заменяет ему целый мир он от него зависит как в прямом так и в переносном смысле особенно психологически зависит и когда у девочки вот такие проблемы с отцом или вообще отца нету или отец не обращает внимание то конечно возникает огромные потребность заслуживать эту любовь заслуживать отцовские внимание и так далее это к сожалению потом перестает в отношении со взрослыми вообще на идея заслужить любовь она свойственна многим мужчинам и женщинам а вот корни она берет из детства добрый день алё здравствуйте здравствуйте михаил это юрий тверь приятно очень хорошо вот знаете говорят что любовь это но такое об общественной такой вопрос не в частности не по мою жизнь и проростников не про кружение вообще а вот говорят что любовь это священодейство а почему же тогда на священодейству учат представители там арта мельпомены который по нескольку раз разводились они нам легче читают вот вы поступайте так то вот допустим западные представители арта они поразводились там по 7 на 7 на 7 раз а они нас учат вот какое у вас мнение об этом юрий они очень понимаешь такое священное действие в отношении любви не очень понимая вину какого-то арта не знаю папа папа арта зарубежного арта и другого арта арт это искусство буквально перевод с английского на русский и кто разводился типа и дает советы насколько они могут найти есть такое выражение я сам человек не религиозный поэтому не могу поддержать вашу идею про священное действие но есть такая такое выражение не живи как живет мула живи как говорит мула тоже под вопросом конечно я кстати стараюсь жить по тем правилам о которых я рассказываю чтобы меня не расходилась моя жизнь с тем что я проповедую добрый день алё здравствуйте здравствуйте как вас зовут меня зовут сергей тараканов сергей давайте мы дадим слово другим людям высказываться добрый день так мне 42 мужа 53 месяца 23 года оказывается любовь с годами растет друзья мои давайте тоже вот я это хоть не вопрос но я отвечу а история вот какая если вас отношения здоровые то вы в отношении другу обогащаете вы становитесь лучше ваша жизнь меняется к лучшему это кстати очень простой критерий чтобы понять что у вас за любовь и что у вас за отношения если вы а в результате вашей любви результате ваших отношений ваша жизнь становится лучше это самое здоровье если хуже то вы невротик ваш партнер невротик и отношения вас нездоровые и тут гается гадалки не ходи чтобы просто очень четко понимали теперь по поводу растет многие считают что невозможно там и не знаю с одним и тем же тельцем сексом заниматься 40 лет на самом деле возможно и здесь причина кроется опять же психологической стабильности даже не то что вы там чек одна люпая в том что вы просто чек стабильный если у вас отношения если вы как личность не даградируете с возрастом если вы все время развивается растет им то ваш партнер сексуальный будет вам интересен как человек и это подогревает и сексуальный интерес тоже но дело в том что многие в отношениях начинает тут делать не в самих отношениях а в человеке очень расслабляться кто занавеску сморкается в таби гудях по квартире бегает не охота вообще ничего делать очень как-то все упрощается это конечно не способствует роста любви с годами как нам написали может ли человек мужчина женщина любить двух других людей другого пола спрашивает семена такая сможет ему дай волю на трех может и даже разного пола кстати михаил здравствуйте соглашусь с вами что родители формируют основной взгляд не только на любовь не на мир в целом вопрос что делать с отношениями все разные религии у нее и слава меня христианство как дальнейшем вести себя с ней с родителями отношения два года александр 24 года знаете есть такое выражение у бога нет религия это в голове у людей есть разделение там на мировую религию типа ислам христианство и иудаизм и на остальные то есть это иудаизм это не революбирует национальные религии на остальные собственном национальные религии на самом деле надо как-то шире жить не привязываясь каким-то определенным ритуальным действием если девушки не было отца как с ней себя вести вы знаете наличие или отсутствие отца у ребенка не является приговором или диагнозом то есть ребенок может вполне счастливым вырастить и без отца я такой пример приведу конкретный вот в одной семья полная семья родители все время конфликтует дерутся выясняют отношения рут но папа мама все в наборе присутствует можно сказать я из полной семьи за но неблагополучный а в другой например нету отца или нету матери что бывает реже но при этом очень хорошее отношение между оставшимися членами семьи вопрос где ребенок здоровее будет это неоднозначный вопрос рита из маска и михаил добрый день а как преодолеть эту детскую запрограммированную девушке который добивалась внимание папы давайте на реке на вопросе немножко остановлюсь по конкретнее поподробнее рита во-первых запишите три главных правила первое стараться делать то что вы хотите стараться не делает то что вы не хотите и сразу говорит то что вам не нравится чтобы не доходить до обида что это значит когда перед вами выбор как вам поступить у вас очень много разных мотиваций правильно и эффективно так надо совесть не позволяет и так далее а вот это мне нравится вы должны выбрать то что вам нравится это единственный здоровый способ прожить свою жизнь жить как нравится второе вы не должны ничего терпеть потому что ради любви или ради красоты реально еще терпеть не надо это иллюзии заблуждения вы должны всегда выбирать себя сейчас я вам приведу конкретный пример вы прямо обожаете парни жить без нее не можете живете вы с ним уже три года но он не хочет иметь семью но не готов материально не обеспечен в себе не уверен и бла-бла-бла а вы его любите и вы понимаете что если вы уйдете то неизвестно что с вами будет дальше а его уже не будет но вы хотите иметь семью как ведут себя люди с высокой самооценкой они говорят дорогой я тебя люблю но на этом мы с тобой закончим потому что ты не вписываешься мои жизненные планы мне нужна семья тебе семья не нужна и как бы эти они любила я все равно уйду как ведут себя жертвы они как выражаются ради любви готовы терпеть ту жизнь которых не устраивает без детей без семьи и так далее хотя им всего этого хочется так с это часто ведут себя женщина который общается с женатыми мужчинами вот в этом собственно разница и теперь чтобы как рита спрашивает эту запрограммированность куда-то деть необходимо всегда вести себя исходя из своих интересов и не поступаться собою ради каких-то призрачных морковок которые могут дать в конце могут не дать теперь зачем нужен третий пункт под названием сразу говорить то что не нравится дело в том что когда человек обижается он никогда не будет говорить сразу что ему не нравится мне задача не говорить обидеться для этого надо чтобы обида в нем жила чтобы он молчал она в нем копилась покрывалась плесенью произрастала и в конце он взорвется скажут я так больше не могу такое сходское отношение так далее все это можно было сбежать если бы он сразу сказал мне это не нравится теперь детям приходится повторять все по 1000 раз но взрослые им вы должны сказать только один раз мне это не нравится если взрослый вас не услышал с первого раза вам надо принимать решение но люди когда боятся принимать решение они вместо этого будут мозг выносить и сто раз говорить одно и то же хотя уже понятно что вас не слушают вас не услышали ничего менять не собирается а выгод не готовы принять решение вот как-то так рита телефон прямого эфира плюс семь четыре девять пять семьсот тридцать сто и один смс на номер плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 или через сайт 3w . silver.ru вы слушаете авторскую программу михаила лобковского взрослым о взрослых нравится мне эта работа прям скажу телефон плюс семь четыре девять пять семьсот тридцать сто и один это прямой эфир смс плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три ты или на сайт можно писать 3w . silver.ru и я напоминаю мы сегодня про любовь на по что еще завтра у нас день святого добрый день добрый день как вас зовут а мне живут ольга я санкт-петербурга и у меня такой обычно верно вопрос и когда-то состояла в отношениях и какой-то момент мы расстались и почему-то я очень запугалась этого расставания и потом в течение ну так скажем я не выяснили до конца причины ну или будем было выяснить в общем делайся любили вот но к сожалению прошло практически наверное почти пять лет от нашего расставания после этого я никогда не заводила никаких серьезных отношениях прошло но почти пять лет я практически не была в отношениях очень там были какие-то очень короткие вы продолжаете мысленно как-то возвращаться к этой истории к чему мужчин сравниваете с ним я не то что я не могу сказать что я сравниваю мужчину я очень часто возвращаясь как бы например там тут рассказывать какие-то отношения ой а вот когда я с этим встречалась вот у нас было вот так очень часто совершенно не назначаю я хотя мне кажется что при таких каких-то сильных стрессах например я могу вы знаете как в ванну такой теплой водой там был много хороших погрузиться как это вообще произошло я вроде классные веселые страдаю какими-то очень сильными комплексами и тут я просто застрял в каких-то спасибо хороший вопрос вы слушаете не уходите пока то мне к вам тоже будут вопросы тут история очень неприятное дело в том что как я однажды сказался человек может заменить тебе весь мир на свой мир у тебя просто нету к сожалению не все люди самодостаточная женщина так как они как любят как психологи не так компенсированы как мужчины то женщине самодостаточность просто какая-то гендерная особенность и вы попали в ситуацию когда ваше отношение ваш муж он заменял вам то что вас не хватало у самой плюс к этому очень часто особенно при невротических отношениях партнер выступает как драг-диллер то есть нам не человек интересен а те эмоции которые он поставляет а потом когда человек из-под нас убирают то что начинается мы живем этими воспоминаниями потому что вы привыкли к этим эмоциям а их нету а чек нам давал человека нет и мы все время пытаемся воспроизвести эти эмоции о чем я самом начало сегодня рассказывал и живем таких найти в диалогах монологов постоянно в голове крутим когда появляются другие мужчины а мы понимаем что они ну прямо рядом не валялись то есть тот так они а это вообще ни о чем и это к сожалению долгоиграющие истории ведь и 5 лет у вас прошло ли поэтому дело не в том что будете вы можете в любой момент к и что этот мужчина который перебьет совершенно ваши все мемуары по поводу прежних отношений а можете не встретить поэтому здесь надо идти другой дорогой здесь нужно быть самодостаточной независимы у нас будет специально ток-шо и там посвященные как я свое время выразился на одной из лекций самодостаточность это же счастье только без людей независимость то же самое вот это воли вам видимо не хватает что вы думаете об этом если честно бизнес вообще здесь роли не играю я понимаю то что вы можете вы молодец а то что вы не сказать вот нет этой самодостаточностью нет этой независимости вот из-за этого проблемы понимаете меня вы иметь либо независимости от каких-то отношений до вот смотря макой что объясню когда родители играли избыточную недостаточно роль жизни ребенка то для него отношения всегда играет огромную роль например многие женщины как говорят карьера бизнес деньги все неважно если я не в отношениях моя жизнь это не то о чем я мечтала и мужчины многие считают что без отношений это не совсем полноценная жизнь сейчас продолжим этот разговор взрослым о взрослых вы слушаете авторскую программу михаила лобковского взрослым о взрослых сегодня про любовь телефон плюс 7 4 9 5 731 и я читаю о добрый день мой муж работает из дома я в декрете дома с двухлетним сыном мы практически 24 часа находимся вместе для кого-то это мечта но по факту то негативно влияет на наши отношения что посоветуйте она вообще считается что в 2 и 7 то есть когда вашему сыну будет два года семейства можете отдавать в детский сад и выходить на работу а еще я хочу сказать что вот какие люди разные да вот первым одного ребенка папа был просто вместо мамы и он прямо обожает жить вместе с мужем 24 часа в сутки а другой папа был глухонемой капитан дальнего плавания ребенок увидел только виде открытки на новый год вообще не понимает как фильме с легким паром как будет и глазами туда-сюда ходить каждый день вот ведь как она разные семьи и разные отношения с мужьями добрый день алё алло здрасьте добрый день как назвать меня зовут елена да елена такой звонкий голос как вам лет мне там чувствуется все 26 но спрашивайте у меня следующий вопрос когда мне было четыре года мои религи развелись но дело в том что папа всегда участвовал довольно таки активно в моем воспитании делал подарки то есть мы ездили снычат на рыбалку в общем проводили очень здорово время после развода да 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 конечно и то есть по сей день мы с ним замечательно общаемся и с ним у нас отношения даже гораздо ближе чем с мамой но тем не менее я проживала с мамой с четырех лет так вот и вопрос к следующим я совершенно сами согласна о том что мы партнеров таких как наши родители узнаете моя дочь человек папа не дай бог похоже на тебя точно не хочу замужем хотя муж зовут так как и меня думаю может быть в этом она нашла что-то похожее на отца ну но на самом деле я анализирует свои отношения понимаю что выбираю себе молодых людей именно таких как мой папа то есть по отношению и даже внешне они похожи чем-то с моим отцом так вот и вообще вопрос в следующем мой папа очень уважительно соответственно мои партнеры тоже ко мне уважительно это замечательно но в каких-то ссорах возникать ссоры на эмоциях могут сказать что-то лишние там как-то оскорбить возможно и после этого любовь пропадает пропадает и все то есть мне не хочется чтобы этот человек своим уже гаски буртом скажем так целовал меня потому что он обрывает вещи никак следующий пожалуйста и наконец будет тот человек который не будет в тяжелую минуту гадости говорить потому что это что же такой невроз до пытается как-то укусить побольнее то что мы самому плохо а вы этого не можете пережить правильно я понимаю да да верно есть этот цензурные слова только что он такого говорит что вы потом не можете воспринимать ну честно говоря я сейчас прям сразу не вспомню потому что у меня были серьезно отношения там около двух лет назад и они закончились очень так болезненно скажем так то есть в день рождения просто молодой человек решил даже не теракта бросить ну конечно это опять таки был такой довольно сильный удар но тем не менее а то что человек сделал больно любовь прошла я понял вы знаете хочу вам сказать напутственные слова никогда не говорите меня бросили так говорят только жертвы говорите мы расстались окей да конечно хорошо пока михаил добрый день скажите как быть тем девочкам которые росли без отца спасибо на москва да да не как бы как и всем остальным жить счастливо друзья мои наличие или отсутствие отца в жизни ребенка принципиального значения не имеет отношение ребенку с любым родителям включая воспитательница детского дома соседку бабушку тетя вы дядя по материнской линии уже играет роль потому что это отношение ребенка со взрослыми формирующего ребенка и самооценку и любовь и все остальное так что не всегда заморачивайтесь на наличие для остутся кого-то из родителей конечно лучше быть здоровым и богатым чем едом и больным но всем повезло по-разному в российской федерации 54 процентов и где воспитывается в неполной семье это данность то есть поколение уже растет где отцов или матерей бы больше отцов не хватает больше чем половины детей понимаете то есть это уже не статистика это уже реальность поэтому не заморачивайтесь на эту тему принципиальных здесь проблем нету плюс 7495 739 100 и 1 добрый день алёй здравствуйте здравствуйте меня зовут алина здрасте у меня такой вопрос а у меня мне 41 год и вот я понимаю что у меня скатилась такая как копилка из бывших практически спросите алина прям большая копилка ну да 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 у нас ножка шепните настолько много чтобы со счет избились да ну я не считаю даже те отношения которые были серьезными и расставания были достаточно таки жестки тем не менее продолжаю поддерживать поддерживать не тоже поддерживать отношения в любой момент могу набрать любого и практически любого из бывших и спросить попросили о какой-то помощи либо на то есть какие-то товарищеские отношения мои подруги в которой вокруг меня у них такой нет если расставание были бы жесткими действительно была прям любовь любовь они просто обрубают и все с этим человеком больше не общаются у меня такое обрублены любви нет ни одной я поймаю что что-то наверно вот как ты это у меня связано что-то что-то неправильно так это же хорошо вы что в это же история о том что вас вы такой человек хороший понимаете что у вас со всеми отношения остаются это мечта о чем говорить этому радоваться надо они больше сами про себя не все понимаете да ну сами подумайте что такое когда отношения обрубается какие-то обиды правильно невозможность дальше подавать разговор чека просто переклинивает а вы такая душевная такая замечательная что мужчины даже бывшие да настолько вас любят что готовы с вами дружить оказывать вам помощь гордиться этим надо спасибо обращайтесь это наша работа а я согласна с тем что тип любви зависит от детских переживаний у у меня был именно так отец бросил нас я все детство его ждала теперь у меня со всю жизнь и складывается отношения только страдали как все исправить спрашивает татьяна татьяна во первых я вам сочувствую во вторых всегда когда у вас возникает ситуация тогда как вы выражаетесь вас бросает он опять чек пропадает не звонит не надо к нему возвращаться вот прямо и всего в начальных отношениях вот на первом этапе чувствуете дискомфорт уходите оттуда вообще это такой критерий доверия к себе да когда человек не понимает что за отношения и он думает у давай еще попробуем сейчас будет понятно да не надо время на это тратить если вы сразу чувствуете что вам некомфортно что вам не очень приятно это не она это не ваша и не жалейте об этом потому что когда вы действительно будете иметь счастливые отношения вам будет приятно и хорошо вас не будет такого состояния дискомфорт теперь что мне было обидно я вам расскажу про джека николсона можно очень много лет и вряд ли у нее будет когда иметь семья никогда у тебя не было семьи когда ему было 16 он вдруг узнал что его сестра на самом деле его мама а его мама на самом деле его бабушка вот как бывает в таких семьях и при всей его таскать величественности и гениальности он прожил очень страдая без семьи добрый день алло здравствуйте добрый день меня роман зовут у нас такая ситуация бывшая супруга то что мы разведены есть . и сейчас вот пять лет исполняется при этом есть разные взгляды на воспитание дочери она с ней со мной периодически бывает остается то есть мы с ней общаемся плотно можно сказать что 40 процентов времени она у меня вся туман и при этом есть разногласия допустим вот я стараюсь научить дочь читать потому что и скоро в школу идти а мама говорит нет это не надо делать она сама всему научиться она же научилась там говорить ходить и так далее но при этом из-за отсутствия системы у нее ну так или иначе она не может научиться читать если это делать там все равно как-то отрывиско вот как посоветуйте в этой ситуации быть вам не понравится мой совет я какая разница он же совет я 10 лет проработал в школе просто и школа предполагая что он ребенок приходит как чисто лист бумаги начинает по слогам читать так ваш ребенок научит то есть читает придет в школу он уже будет читать бегло 120 знаков в минуту понимая смысл прочитал чем будет первом классе делать расскажите мне но как-то можно развиваться быстрее что-то читать развивается школу продолжает мама марила раму в течение получаса чтобы он пальцем двигал по согласно и классные связки читал а она уже у вас сын дочь у вас дочь дочь а дочь уже у вас читает бегло как я с вами читаю и что мы будем делать ну то есть это проблема системы все таки это проблема абсолютно гнилой системы образования у нас не об этом все не передачи но и вторая проблема есть сожалению вы женой так отношения выясняете через ребенка понимаете ваши разногласия как разногласия и неразведенных родителей это всегда выражение конфликта между мамой и папой и когда ко мне в консультацию приходят люди говорят я считаю его закаляет надо отец а мага нет он должен быть укутан и у нас часто болеет я понимаю что дело не в ребенке и в закаливание а там что дичь ребенка пытается вывести друг другом отношения просто будьте мудрее уступить и знать эту историю про царя соломона как пришли две женщины с ребенком каждый год это мой ребенок и слабо сказал давайте мы разрежем и каждую половину заберет этого от нас к ладно дайте ей вот так который сказал а он признал что это она мать вот будьте этой матерью видя отца и скажите окей если ты считаешь что не надо не будем этим заниматься для ребенка очень важно чтобы не было разногласий а не важно кто из вас прав согласно со связью с детством сама с мужем поженилась только потому что буквально бил у себя по рукам чтобы не добиваться его сейчас нас идеальный союз которого люди живут рядом не мешает друг другу растят детей создают душевный комфорт уют друг другу благодарна вселенной что догадалась для свою до своего трюка в 22 года было то чем вы говорите любила пострадать найти изъян проблема объект ревности все это лечит интересом своей жизни если есть чем заняться счастье нашел внутри то проблем нету пишет нам анжела на самом деле да когда внутри у человека что то есть вот есть такая тема друзья мои называется одиночеством большинство считает что одиночество когда рядом нет людей на самом деле дело не в этом дело в том что даже маленький ребенок бывает вы ждали видите что он не может один в комнате остаться он бегает за в родителями а другой может часами сам себя занимать вот тот кто не может остаться у не одиночество уже в его юном возрасте потому что он сам себе не интересен он ему скушно самому с собой и когда он бывает взрослые и за это же проблемы он считает себя ненужным покинуто там и так далее и а короче поговорим об этом через пару минут вы слушаете авторскую программу михаила лобковского взрослым а взрослых значит добрый день михаил меня зовут алексей у меня проблема не могу завязать отношения с девушками не могу сделать первый шаг для знакомства ладно эти причину страх или все что-то еще бывают вспышки злости ненависти в женщина то что они не не замечают что мне с этим делать для схемы короткий ответ идти к психологу длинный ответ вот какой почему так происходит почему многие стесняются потому что вы свое время когда он был пять лет подошли к маме и она на вас наорала я сейчас утрирую я как пример просто объясняю она закричала чуть я надо лишь мать занята валя отсюда нет минуте времени это было не один раз не обязательно с криком просто вот вы подошли вас послали вы подошли вас послали это закрепилась физики и теперь когда вы подходите к женщинам первая проблема вы считаете себя неинтересным и недостойным и боитесь того что вы будете отвергнуты это проблема касается и мальчиков и девочек многие из них вообще не живут как они хотят именно потому что они боятся быть отвергнуты на ли не могут и в любви признаться не подойти и сделать то что они хотят из-за страха того что им скажут нет они уже испугались куда им скале нет много лет назад и не хотят дальше переживать эту боль если коротко любовь это когда хочется прикасаться дмитрий из москва то дмитрий все было хорошо видимо с тактильным контактам а вы знаете что ты дети которых на руки не брали папку не целовали они даже целоваться не любят а знаете что такое поцелую вообще никто не знает поцелуй это выражение кормления то есть сам поцелуй родился из из кормления еще зверей добрый день брать алло здрасьте говори на вода так как вас зовут да меня зовут виктория виктория и снимали да у меня такой к вам вопрос но я пущу моменты что у меня с молодым человеком по отношению к нему как вы сказали вы нюртиническое отношение друзья мы эти терминологии невротическое невростыния это другая история невротическое хранится да то есть он у меня достаточно адекватный молодой человек полный противоположность мне но у нас была такая ситуация жизненная что был сложный период мы постоянно ругались и каких-то моих претензий к нему и был момент там фактической измены с его девушкой связи и так далее но когда я об этом узнал у меня больше всего наверное убила не то что сам факт его измены с другой девушкой а сам факт того что например в их переписках он не рассказывал про наши отношения про меня у них были какие-то такие доверительные отношения после этого мы поговорили он как адекватный человек понял все с первого раза и сказал что как бы это была ошибка я поняла какие я сделала неправильные действия что я там на него подзабила и себя вела неадекватно там по отношению к тормонентах и вот вроде бы уже сейчас все хорошо все нормально но периодически меня накрывает вот эта волна вот этого ощущения того который я уже испытывал когда когда узнал там его изменения и так как он молодой человек очень интересные девушки все равно на него реагирует липнут и сейчас бывает момент какие-то вот ревности недоверие именно из-за этого случая мой вопрос как вообще в себе внутри вот убрать вот это мы сейчас берем за 2 секунды вы что будете делать и с вами изменят а но это мой выбор либо принимать либо уходить еще раз вы что будете делать если вам изменит очень конкретный вопрос я вам задал вот поэтому вы страдаете когда будете знать перестанете страдать еще раз что будете делать когда вам изменят заплачу совет для любовь но я скажу другим которые не хотят плакать если вы хотите перестать страдать и ревновать очень простая история вас убивает неопределенность то что вы боитесь своих чувств слабости и так далее когда человек знает например что если ему изменит он уйдет то во первых он больше не переживает то что он стоит что он будет делать здесь конкретно определенность на самое главное что партнер тоже об этом знает и вообще никогда не изменит уж просто боится понимая чем это закончится для этого надо иметь есть такое выражение если бабушки были яйца это был бы дедушка надо иметь характер надо иметь определенную силу волю уверенность себе что так рассуждать но таких никто не уходит стать история такая полюбил идея правда выяснил что он где через 6 лет после совместной жизни он наверно все-таки бисексуал долгое время долгое время принятие прошло долгое время принятие прошло мы дружим может для меня лучший друг и все мои друзья сейчас геи на счастье складываться пошли с гетеросексуальными мужчинами которыми они понимают как муж как мои тонкие уху спит друзья как быть но может еще одного гетеросексуала найти хотя гаиша не на восемь процентов все-таки гомосексуалисты у меня странный вопрос может ли быть отличный муж умнодушным папой до когда он ревнует вас еще к ребенку это такая сложная психопатическая история друзья мои насчет неврастении есть остальные гиперстении неврастении это другая история а мы говорим о неврозах и невротических отношениях смотрите наш программ подходит концу я прощаюсь с вами